Сейчас действительно лучше пройтись пешком. Каждый день мы вдыхаем автомобильные выхлопы. Токсичные выбросы могут влиять даже на климат. В Калуге пока все не так критично, как, например, в Омске. Но в областной столице всегда на чеку, что делают для того, чтобы спасти воздух от вредных выхлопов. Вопросы и ответы в большом репортаже Юлии Мигуненко. Тайние арктических льдов, озоновые дыры, аномалии погоды, такие как теплая зима в России и так и не впавшая в спячку калужская медведица Машка. Всему виной вредные выбросы в атмосферу. И главный ингредиент этого токсичного пирога – выхлопные газы. По объемам выбросов автотранспорт уступает только нефтеперерабатывающей промышленности. Помимо безобидных азота, кислорода и водяного пара, из выхлопной трубы в воздух попадает токсичный коктейль из оксидов углерода, диоксидов серы, углеводородов, сажи и других канцерогенов. На городских дорогах такую картину можно увидеть чуть ли не каждый день. И вам не повезло, если будете стоять позади такого гражданина. Устроил дымовую завесу. Черный дым с частицами сажи и едким запахом говорит о поломке мотора или неполадке в системе зажигания. В результате топливо не прогорает до конца, что делает выхлоп токсичным. В среднем за год работы одна машина потребляет около 4 тонн кислорода, а в воздух попадают продукты его переработки. Вдыхая, их водитель даже не подозревает, что еще один день в дороге делает его жизнь короче. По словам специалистов, заметить неладное он сможет не сразу, потому что это отравление длиною в жизнь. Привычка находиться в постоянно отравленной атмосфере приводит к тому, что люди просто не замечают того, что автомобили плохо пахнут, что мы вдыхаем много-много-много отравляющих веществ, которые при постоянном дыхании приводят к заболеваемости. Прежде всего, онкологическая заболеваемость, заболеваемость органов дыхания, аллергические реакции, еще и комплексы на потомство тоже сказываются. В 1992 году в Европе озадачились тем, чтобы защитить население и окружающую среду от воздействия вредных выхлопов. Для этого ввели экологические стандарты топлива для дизельных и бензиновых двигателей. Сейчас в России актуальны стандарты Евро-4 и Евро-5. Чем выше стандарт топлива, тем меньше в нем тяжелых металлов и примесей. В будущем в России планируют обозначить чистые зоны. Въезд туда будет запрещен тем, у кого экостандарт ниже Евро-4. С 2021 года в ПТС эта строка станет обязательной. Кстати, в самой машине есть маленький помощник окружающей среды. В конце 90-х его стали устанавливать на все автомобили в мире. Он отвечает за те выбросы, которые при сгорании топлива попадают в нашу атмосферу. То есть, по большому счету, это агрегат, который отвечает за экологию. Катализатор. Если по-простому, металлическая банка с фильтром. Когда выхлопные газы проходят, через нее большинство вредных веществ догорает, уменьшая выбросы токсичных газов в атмосферу. Но зачастую в машинах, которым больше 10 лет, катализатор забивается и его вырезают, создавая угрозу для атмосферы. Без него выхлоп издает неприятный звук. А запах проникает в салон. Справиться с этим помогают обманки с пламя-гасителями. На техосмотре подвох заметить сложно. Поставить новый катализатор для кошелька – та еще задачка. Внутри находятся фильтрующие соты с добавлением драгоценных металлов. Когда катализатор выходит из строя, газы не проходят, как должны проходить. То есть, они в нем стопорятся. Тем самым понижается мощность двигателя, машина начинает троить, ну и нестабильно работать. Это самый, скажем так, дешевый способ. На сегодня составляет в районе 3,5-5 тысяч рублей. Потому что, повторюсь, поменять целиком этот узел довольно-таки дорогостоящий. Если его менять целиком в сборе, не вырезая, это очень дорогостоящее. На некоторых доходит, в зависимости от класса, до 150 тысяч рублей. С каждым днем автомобилей на дорогах становится все больше. В некоторых городах вопрос выхлопов стал настоящей проблемой. Например, в Омске. Город признан одним из неблагоприятных с точки зрения атмосферного воздуха. Несколько лет назад он попал в федеральную программу «Чистый воздух». Сейчас там активно переводят общественный транспорт на газомоторное топливо и развивают электрический. Улучшают качество самих авто и пытаются грамотно организовать движение, чтобы у горожан было желание им пользоваться. В скором времени начнут сужать и дороги. Еще один секрет спасения. Когда у нас количество автотранспорта стало увеличиваться многократно, в 90-е годы, в начале 2000-х, было принято такое решение, что с пробками надо бороться расширением магистрали. Это было очень неверно, потому что известно, чем шире дорога, тем больше пробка. Создали условия для еще большего загрязнения. Общепризнанной тенденцией является, наоборот, заложение дорог. Вызывает это неудовольствие со стороны автолюбителей на начальной стадии. Но потом люди понимают, что это делается не вредностью, а наоборот, с заботой о здоровье, с заботой о чистоте воздуха. Вот карта, на которой обозначены места размещения, постов мониторинга за качеством атмосферного воздуха. А в нашем регионе следят за возникновением критических ситуаций над магистралями в Министерстве природных ресурсов. Во время самоизоляции датчики зафиксировали рекордное снижение показателей токсичности в воздухе над дорогой. В Министерстве есть целая система учета разных выбросов. Но для выхлопных газов датчик пока один. Стоит на Киевской трассе в районе Обнинска. Естественно, при каких-либо залпах, выбросах и прочих промышленных ситуациях, при превышении вредных веществ в атмосферном воздухе, наша система фиксируется. На текущий момент ситуация по содержанию вредных веществ в атмосферном воздухе благоприятная. Есть еще один выход, чтобы помочь и природе, и себе. Перейти на газомоторное топливо или электрическое, как поступил Александр Тимушкин. Экономичнее и не вредит. Перепробовал все виды двигателей, остановился на электрике. Это экономия. То есть экономия я посчитал в сравнении с бензиновым автомобилем, который расход 10 литров на сотню. То здесь у меня, при том, что электричество не самое дешевое, 5 рублей киловатт, это в 5 раз дешевле. То есть, условно говоря, за 25 тысяч километров я сэкономлю 100 тысяч рублей. Заряжается автомобиль ночью. На полный заряд уходит 9 часов. Зимой такого хватает на 140 километров, летом на 200. Раньше Александр агитировал за электромобили всех своих друзей, пока не осознал, что в России к таким переменам еще не все готово. Это хорошо, когда люди их приобретают, и инфраструктура развивается. Но у нас так получается, что правительство и какие-то государственные органы говорят, у нас же нет электромобилей, зачем нам нужны зарядные станции? Давайте они у нас сначала появятся. А покупатели говорят, у нас нет зарядных станций, зачем нам покупать эти электромобили, где мы будем заряжаться? Я хотел поехать в Сочи, до Воронежа ты можешь доехать, но от Воронежа до Ростова там уже практически нереально. То есть, там нет зарядной инфраструктуры совсем. По словам Александра, электромобиль с пробегом можно купить по цене недорогих иномарок, как и сделал он сам. Цена новых моделей варьируется от 1,5 до 13 миллионов рублей. Кроме ценового, есть и другие минусы. Например, с каждым годом уменьшается емкость батареи. Калужские же водители пока не готовы менять привычное топливо на электрические аккумуляторы ради экологии. Есть машина, которая мне удобна только поэтому. И не думаешь о том, что ты делаешь плохо для экологии, для города. Просто не задумываешься, садишься и едешь. Я бы поменял, но нет возможностей, финансовых нет возможностей. Прежде чем машины сюда электрические принести, надо сначала вот эти заправки, которые там электрические, надо установить. Потом уже машины принести. Там уже вот все будут покупать. Экологично, чисто, там лишние траты не будут меньше. Даже окродом может на зарядку поставить и поехать по делам. Поэтому пока в продажах лидируют дизельные и бензиновые авто, на страже чистого воздуха стоят и сотрудники ГИБДД. Проверяют дизельные авто на дымность, а бензиновые и газовые на токсичность. Было выявлено, что уровень СО2 превышает практически в два раза допустимого. На данного водителя будет составлен административный материал и выписан штраф 500 рублей. Оштрафованный водитель понятия не имеет, почему такое произошло. А кто-то спокоен и за свой кошелек, и за природу. Все показатели в норме. Все регулярно проходим техобслуживание. За машиной следим. Так что не запускаем до критического состояния. По словам экологов, тянуть с переменами в стране уже нельзя. Если начать менять инфраструктуру и свое отношение к этой проблеме сегодня, реальный эффект появится только через несколько лет. Специалисты строят прогнозы, что через 10 лет механизм будет отработан настолько, что качество воздуха в российских городах перестанет тревожить их жителей. Юлия Мигуненко, Алексей Григорьев, Александр Бурылкин, телекомпания НИКТВ.